Новый год погружает нас всегда в какую-то волшебную сказку. Вообще Новый год – это самый любимый праздник для брещан. И в этом году наша новогодняя афиша пестрит таким большим количеством мероприятий. Это и концерты, и конкурсы, это фестивали, и, конечно же, утренники. Это сказки, это представления, это дискотеки, новогодние караоке, выставки, встречи. Все это будет длиться полтора месяца, уже начиная с 1 декабря. Но, конечно же, обо всем поподробнее. Праздничное открытие елки пройдет 16 декабря на площади Ленина. В рамках театрализованного музыкального представления «Праздник Брест приходит». Будут и специальные гости. На торжестве выступит арт-группа «Белорусы». В основе этого представления, конечно, очень много музыки, хореографии, сказочных героев, фаер-шоу. Конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Очень интересное представление будет проходить на площади и на большой сцене. Но в этом году у нас много сюрпризов. И один из сюрпризов – это наш каток для фигурного катания. Каток для фигурного катания установлен на площади Ленина. И, конечно же, напрашивается, что часть нашего открытия, нашей елки, будет проходить именно на катке. Да, на катке у нас будут фигуристки. Фигуристки маленькие и взрослые. Это спортсмены нашего города Бреста. Но не только они. Впервые в Бресте мы увидим оркестр на коньках. Да, у нас будет пинский городской оркестр эстранной и духовой музыки под управлением Михаила Агиевича, который будет не только играть на инструментах, но в это же время и кататься. Это настоящее ледяное шоу. Кроме того, в декабре и январе планируются различные концерты и спектакли. Такие мероприятия придадут городу особую атмосферу праздника и подарят незабываемые впечатления всем брещанам и гостям города. Конечно же, в эти дни у нас будет проходить много всего во всех учреждениях культуры. В парке нас будет ждать усадьба Деда Мороза с его сказочными героями. Будут работать театр кукол, театр драмы, филармония, ДК профсоюзов. Все они будут показывать новогодние представления. Хочу обратить внимание на такое интересное представление, которое готовит сейчас наша хореографическая школа. Значит, в плену у Леди Неллы называется представление. Она будет идти с 21 по 30 декабря три раза в день. Дети хореографической школы будут показывать в УКЦ такое представление. Представление очень современное. Шили вручную костюмы для детей. Это шоу такое и огня, и света, и видео. Замечательная сказка. Приглашаем всех на свою сказку. А самым интересным будет то, что все артисты в этом представлении – это дети, учащиеся нашей хореографической школы от 8 до 12 лет. С 9 по 12 января в Бресте пройдет 36-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». Фестиваль откроет Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Главный дирижер – народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов. Они будут проходить в нашем театре с 9 по 12 января. Семь стран участвуют в нашем фестивале. Это самые различные музыканты. Мы с вами услышим и ансамбль песни, и пляски Александрова, и оперету Мариинского театра. Это будут и различные оркестры. Молодичинский оркестр к нам приезжает имени Агинского. И, конечно же, наш Брестский городской оркестр проведет рождественский бал. Сейчас наш городской оркестр готовится к этому событию. Уже завтра, 1 декабря, начнут работать две традиционные городские рождественские ярмарки. Главная ярмарочная торговля развернется на улице Гоголя, где широкий ассортимент продукции представят более 60 объектов торговли. На улице Пушкинской будут работать порядка 20 объектов торговли. 1 декабря на нашей улице Гоголя начинаются новогодние ярмарки. Они продлятся по 31 декабря. Потом уже в середине декабря у нас еще будет елочный базар. Елочные базары будут в нескольких местах города Бреста. На ярмарках будут представлены различные новогодние сувениры. Но мы как культура готовим, конечно же, музыкантов. Там будет тоже много очень новогодней музыки. Люди смогут купить какие-то новогодние украшения, конечно же, подарки. Ну и скушать блины, выпить горячего чая и, конечно же, сфотографироваться в самых разных локациях. Зимняя пора в нашем городе обещает быть насыщенной и увлекательной. А мы призываем всех жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, чтобы ощутить настоящий праздничный дух и встретить Новый год с радостью вместе с близкими. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Левантович, Новости Бреста.